Легенды. Загадки. История. Иснифы. Факты. Квадари. Тайны и знания. Неизвестное об известном. Загадочная Индия. Взгляд изнутри глазами европейца. Как сегодня живут йоги, брамины и принцессы. Неизвестное об известном. Намасте. Наше путешествие по сказочной стране продолжается. В нашей прошлой передаче мы говорили о браках. А вот сегодня мы поговорим о любви. Вернее о памятниках ее честь. Как это сочетается, решайте сами. Они слагают легенды. Ее прославляют поэты и музыканты. Она остается на века, воплощенная в камни. Все, я думаю, поняли, о чем идет речь. Конечно, Атадж Махали. Кто один раз видел, не забудет его никогда. А кто не видел, будет стремиться увидеть это седьмое чудо света. Это воспетый поэтами символ любви шаха Джахана к жене Мумтас Махал. Этим именем, украшение дворца, называл Аджуманат Багубегам, ее будущий свекор, грозный шах Джангир. Сложны семейные отношения. Молодая жена приходилась племянницей матери Джахана и дочкой первому визирю. Впрочем, на этот счет существует много легенд. И самое романтичное из них гласит, что принц Хурам встретил на базаре прекрасную бедную девушку с деревянными бусами в руках. И так она на него посмотрела, что не видел он больше окружавшей грязи нищеты и твердо решила взять в жены красавицу. Взять в жены, чтобы не разлучаться уже с ней никогда. Точно известно, что в тот самый год, 1612, ей было 19 лет. Но это немало, даже по меркам современной Индии. У шаха Джахана, как его стали почтительно называть после восшествия на престол в 1628 году, он был большой гарем, как и полагается такому высокому правителю. Но супруги так нежно любили друг друга, что французский врач, философ и путешественник Франсуа Бернье, который прожил в Индии 12 лет, отмечал в своих записках, и что шах Джахан не обращал внимания на других женщин, пока она была жива. Мумтаз Махал единственная из жен сопровождала его даже в далеких военных походах. Она стойко переносила все тяготы вместе с мужем и была единственным человеком, которому он полностью доверял и даже советовался. За 17 лет счастливого супружества у них родилось 13 детей. И вот всего год спустя, в 1629 году, его настигло горе. Мумтаз Махал не пережила тяжелых родов 14-го ребенка. 36 лет для женщины в те времена был очень солидный возраст, а частые роды изматывали здоровье. Это случилось в лагере, разбитом под Бухханпуром, в шатре Шах Джахана, который возвращался из победоносного похода в Декан. Там же хотели похоронить и Мумтаз Махал. Шах тогда был на грани самоубийства. Его голова навсегда скопно опустилась, а волосы посидели. Через полгода вдовец перевез тело в Агру, где он решил воздвигнуть мавзолей. Этот мавзолей по красоте должен быть достоин его любимой женщины, а по величию – сила их чувств. Мне сдается, что именно трагедии и непреодолимые препятствия делают любовь такой сильной, что она переживает века. В период правления великих моголов Агра наравне с Дели считалась столицей империи. Эта империя достигла к того времени своего расцвета. По традиции в пригороде, на берегу Джемуна или Джамны, и было решено возвести здание. Место выбрано было удивительно удачно. Ни одно землетрясение еще пока не причинило серьезного ущерба мавзолею. Здание строилось 22 года. На строительство собрали со всей страны больше 20 тысяч человек. Главный архитектор Ширасский Устад, что означает мастер, Исаакхан, получил неограниченные полномочия, и он их по-настоящему оправдал. Мрамор привозили за 300 километров из уникальной рачпутанской каменоломни. По легенде, к строительству были привлечены иностранные архитекторы – венецианец и француз, но их подлинные имена не дошли до нас. Возможно, их вклад – это роскошный парк, который ведет к мавзолею. Весь комплекс – это закрытый с трех сторон парк. Вход в него, похожий на дворец из красного камня, украшен белым узорным портиком. Сверху – 11 куполов. По бокам две башни, также увенчаны белыми куполами. Ограда – это высокие галереи из красного песчаника, которые протянулись к миноретам и мавзолею. Парк гармонично дополняет весь ансамбль, поскольку спланирован как дорога, ведущая к главной святыне. Его осью является оросительный канал, который разделен посредине пути мраморным бассейном. К четырем миноретам от него идут дорожки. Удивительная воздушность создается непривычными для нас пропорциями, когда высота равняется ширине фасада, а сам фасад прорезан огромными полукруглыми нишами и кажется невесомым. А может, это главный купол уносит ввысь за собой всю остальную конструкцию? Четыре малых купола и четыре минорета. К самому сердцу ведет лестница. У ее начала оставляют обувь, как перед храмом. Беломраморная пена стен украшена искуснейшими мозаиками из тысяч драгоценных и полудрагоценных камней. Сплетенные в изысканный орнамент стебель растений и вязь арабских букв, выложенных черным мрамором. 14 сур Корана – традиционное украшение для мусульманской архитектуры – венчают своды арок над окнами. В центре резная мраморная ширма, за которой видны две ложные гробницы или кинотафы, а сами склепы под полом. Очень тихо в открытые всем ветром окна падают солнечные лучи. На стенах гирлянда неувидающих каменных цветов, вечным ковром покрывающих полы стены. Нам сказочно повезло. Нашим гидом по Индии стал удивительный человек Сэмюэль Джеймс из туристического агентства «Го Индия». Во-первых, он говорил по-русски, а во-вторых, он умел так красиво представить свою страну, что ты невольно тоже в нее влюблялся. И главное, он умел показать реальную Индию, которая тебе тоже нравилась и которую ты тоже сразу принимал близко. Ну, помогло нам, конечно, в этом туристическое агентство «Артур», который находится в Риге. Когда строительство подошло к концу, в 1653 году, стареющий правитель отдал приказ приступить к возведению второго здания. Мавзолея для него самого – точной копии первого, но из черного мрамора. Это было уже безрассудством. Страна была разорена многочисленными войнами и дорогостоящим проектом. Народ роптал. И в 1658 году Шаха Джохана сверг его сын Аурангзеп. Он прекратил строительство второго мавзолея, а отца заточил до конца жизни в башне Красного форта в Агре. Там и провел оставшиеся 9 лет Шах Джохан, в комнате из окна которой был виден Тадж-Махау. Этот форт был построен тремя поколениями великих моголов. Сегодня он по-прежнему очаровывает весь мир своим величием. Непобедимая военная крепость с роскошью Королевского дворца стала главной резиденцией императора в Северной Индии после переноса столицы Вагру в начале 16 века. Красный форт в Агре вместе с Тадж-Махалом внесен в список ЮНЕСКО в 1983 году. Он охватывает территорию диаметром 3 километра, высота стен более 20 метров, в двойных стенах устроено четверо ворот, двое из которых были замурованы позже. Крепость построена из красного песчаника, который дал ей название. Контрастируя с оборонительными стенами, внутри находятся изящные белоснежные мечети и дворцы. В стенах форта было 6 мечетей и дворцов, но не все они сохранились до наших дней. Одним из наиболее значимых является многоэтажный дворец Джохангири-Махал, построенный Акбаром для своей жены Джодхабай. Белокаменный дворец Махал состоит из красивейших залов с тонкой резьбой и изысканным убранством. Во дворе стоит большая каменная миска. Вероятно, она была предназначена для розовой воды. Снаружи этого каменного шара декоративным шрифтом высечены персидские стихи. Самый восхитительный пример живописи на поверхности мрамора сохранился в Хас-Махал, дворце Шаха Джохана. В покоях императора переплелись особенности исламской и индуистской архитектуры. Справа от Шиш-Махал, вдали от набережной, расположен диваник Хас, зал для частных аудиенций императора. Здесь император Шах Джоханг провел свои последние дни, когда был свергнут собственным сыном. Глядя на Тадж-Махал, символ вечной любви, где впоследствии и был погребен, воссоединившись со своей возлюбленной Мумтаз. Согласно совещанию, его похоронили рядом, в одной с ней склепе. Сейчас этот комплекс – одно из самых посещаемых мест не только туристами, но и самими индусами. Когда-то огромные двери, которые символизировали вход в рай, были целиком из серебра. Тысячами серебряных гвоздиков был выложен тонкий рисунок. Сейчас двери медные, а прежние украденные. Да и драгоценные камни на фасаде изнутри сильно поредели с тех пор. Нет и золотого парапета, и жемчужного покрывала на месте сожжения тел. Хотя, несмотря на это, мавзолей сказочно прекрасен и приносит немалые доходы. Вы спросите, кому? Вопрос риторический. Лучше посмотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такие туристические комплексы Место работы профессиональных нищих. Это дети, которых в младенчестве купили и изуродовали. Ну, я думаю, все помнят роман Виктора Гюго «Человек, который смеется». Это тоже реалия Индии. Когда-то с минаретов влюбленными были совершены несколько самоубийств. Теперь наверх не пройти. Закрыто. Многие века поток паломников, пришедших отдать дань великой любви, не прекращается. Приходят люди разных национальностей, убеждений, религиозных конфессий, достатка, статуса и возраста. Оказывается, есть нечто, что может не разъединять, а сплачивать людей, будить в них светлое единое чувство. А так как индусы верят в реанкарнацию и карму, как знать, может быть, среди этих веселых ребятишек, которые стайками ходят по парку, тоже есть те, в ком снова возродится великая любовь. Во всяком случае, моя юная собеседница свято верит в это. Только по пятницам выходной день. И здесь, как и раньше, тишина и спокойствие. И только звуки улицы за толстой стеной нарушают покой усопших влюбленных. На надгробиях всегда живые цветы. Не мертвым людям, а вечно живой любви. Добрый день! У нас новая передача в новом году. И сегодня я хочу поговорить о кардинально новой теме из области аюрведы. До сих пор мы рассмотрели основные принципы аюрведы и узнали многое об уникальных аюрведических травах. И сегодня я хочу коснуться совершенно новой темы. Это аюрведические масла. Аюрведические масла это отдельное направление в аюрведической медицине. Она кардинально отличается от того представления, которое есть у обычных людей. Что такое масла? Масла это выжимка из семян растений. Это может быть семена кунжута, наиболее частные семена кокосового ореха, семена горчицы, семена кастрового дерева и многие другие. Но в аюрведе используются основные, те, которые я перечислил. В западной медицине для того, чтобы масло приобрело целебные свойства, в него добавляют эфирные масла, то есть те вещества, которые обладают ароматом и которые получают методом сбора испаряющихся масел от растений. В аюрведе изготовление масел кардинально отличается. Аюрведа использует большое количество трав и аюрведа забирает из трав самую глубинную их ценность. Чтобы приготовить такое масло, нужно потратить несколько часов. Делается состав из многих трав. Травы варятся в большом количестве воды, варятся в течение нескольких часов, пока все самые глубокие вещества из трав не уйдут в отвар. В течение нескольких часов отвар уваривается в несколько раз, обычно в четыре. После этого отвар тщательно процеживается и смешивают с базовым маслом. Но на этом приготовление масла не заканчивается. Отвар варят дальше, до тех пор, пока все вещества, находящиеся в отваре, не войдут в масло. Почему так важно приготовить масло? Масло доставляет лечебные вещества в те ткани, куда не доходят вещества при обычном оральном приеме. Вещества, растворенные в масле, проникают проникают в жировые ткани тела человека, в мышцы, в жировую ткань и даже в кости. Известно, что если втирать масло против роста волос, то частицы масла попадают и питают непосредственно кость человека. Таким образом делается возможным лечить артрит и различные костные заболевания. Существует множество рецептур масел. Они при их изготовлении идут как сухие травы, так иногда используются в отвар вливаются соки трав, иногда используются различные виды молока, иногда какие-то травы добавляются в самом конце, чтобы они дали ароматный эффект. Иногда технология производства масла может состоять из многих и многих стадий. Сейчас у меня в руках масло Маха Нараян. Это одно из таких легендарных формул лечебных масел. Оно пожалуй на моей памяти это будет рекордсмен по количеству ингредиентов. Количество трав в этом масле свыше 30. Помимо трав в процессе уваривания трав используется молоко козы. Я не буду перечислять все травы, которые находятся в составе. Скажу лишь, что среди них уже есть и те травы, которые освещались в нашей передаче, такие как ашваганха, которые придают силу мышцам. Пунарнава, которая снижает отечность тканей. Куркума, которая очищает кровь. Манжишта, ну о ней пойдет речь в следующей передаче, это трава, очищающая кровь. И даже шафран, который по своей ценности почти равен золоту. Буквально в последнем приезд Индии читал большой трактат именно по этому маслу с большой перечень заболеваний, при котором оно используется. Но самым главным, самым практичным это масло позволяет справиться с болью в суставах и с мышечной болью в случае различных простуд. и если у человека продула спина, продула шея, скрутил ревматизм или у человека хроническое заболевание артрит или полиартрит. Предположим, у человека продула шею. С кем не бывает? Короткий воротник, сидя у открытого окна, надувает шею, боль в голове, боль в плечах трудно согнуться. Что нужно сделать? Мы берем масло Маханараян. Масло дорогостоящее, поэтому много его использовать не надо. Берется буквально пол чайной ложки, четверть чайной ложки и втирается в больное место. Обратите внимание, масло оно слегка оранжевого цвета. Это за счет куркумы и манжишты. Будьте осторожны, что масло обладает несколько красящим эффектом. Мы находим больную мышцу и сначала просто намазываем, а потом втираем как можно более интенсивными движениями. До тех пор, пока тело не начнет прогреваться изнутри, захватите область вокруг боли и потом уже сделайте мягкие проминающие движения для того, чтобы полностью устранить больное место и создать там гармонию, покой и здоровье. Дистрибьютором масла Маха Нараян является компанией Антикриза. Хорошая новость, у компании Антикриза появился интернет-магазин на сайте pureherbs.eu Маха Нараян Маха Нараян Маха Нараян Маха Нараян Маха Нараян Маха Нараян